Всем привет! Меня зовут Зиненко Игорь, я дизайнер персонажей и художник комикса «Счастливого конца света». Я расскажу вам о том, как велась работа над раскадровкой к нашему первому выпуску «Счастливого конца света». Давайте посмотрим прямо сейчас. Я планировал как-то уже давно показать, как выглядит раскадровка к нашим страницам комикса. Я называю ее разлистовкой. Почему я называю ее разлистовкой? Потому что у меня это проходит в два этапа. Так как у нас много-много кадров на странице, я это пытался заранее спланировать, чтобы все читалось хорошо, все было понятно и эффектно. Но тем не менее, как бы мы не старались, как бы все не планировалось, сколько бы времени на это не уходило, все равно понимаешь, что не все поймут это или не все захотят этого делать, потому что формат, например, отличается. Потому что нам не раз писали, что Ай не понял, а там автор учится только рисовать. Но тем не менее, я понял со временем, вот уже к этому моменту, что и почему делать комиксы проще, меньше кадров на странице, потому что проще воспринимаются. Но тем не менее, когда мы работали над комиксом, нам хотелось, чтобы это была не просто, знаете, такая история, которая просто как комикс читается, а скорее она оживала. Когда вы ее читаете, и как бы вы видели движение героев, зомби, переходя от кадра к кадрам. И поэтому тут заранее я планировал, делал работу в два этапа. Сначала я делал раскадровку, то есть набрасывал кадры, а вначале вообще, когда я не знал, какие кадры нужны, как их нарисовать, я очень много кадров делал. Поначалу это занимало много времени, потому что я делал это на отдельных листах, потом переносил на отдельные, опять же, страницы, потом это еще и обрисовал дополнительно на компьютере. Но я понял, что это отнимает очень много времени, в принципе, такая работа не нужна, потому что если вы делаете сами раскадровку и с раскадровки рисуете, вам будет достаточно того, что вот у вас есть маленький набросочек, который вы сами понимаете, и вы с него потом нарисуете. И даже бывали у меня случаи, когда я сам не понимал, получилось, что придумал лучший кадр, чем был, но, конечно, лучше, когда вы понимаете, тогда работа ваша не затянется. И, в принципе, в чем смысл, что я вам хочу показать, то, что вот эта раскадровка, которая была, она меняется, поменялась у нас, по крайней мере, она меняется, может меняться в процессе работы, потому что вы работаете, пытаетесь сделать результат лучше, поэтому от этапа этапа он может меняться. Но, тем не менее, в чем суть этой раскадровки, в том, что я пытаюсь с помощью таких маленьких кадров рассказать историю визуальным способом, и под страницу, если посмотреть, да, были поначалу какие-то сомнения с точки зрения того, как правильно нарисовать, но, тем не менее, в итоге я понял, что здесь нам нужно не то, насколько все правильно с физической точки зрения, свет, какие-то пропорции, главное правильно подать историю, рассказать ее, и главное правильно подать эмоции, ощущения, которые переживает персонаж. Вот на чем следует акцентировать внимание в истории, в раскадровке. Для меня важно было отметить, какой будет свет и тень на персонажа, для того, чтобы показать какой-то немножко мрачности, задумчивости и нерешительности персонажа. Но все-таки такая тень, я бы не сказал, что она естественная, но она задает тон нашему герою и тому, что происходит в данный момент. И это важно было подчеркнуть, поэтому я это сделал. Так, и опять же повторюсь, мы пройдемся по тем местам, по тем страницам, которые, в принципе, были немножко изменены в ходе работы. Итак, здесь у нас кадров чуть больше на один кадр. Хотелось, чтобы это выглядело, конечно, динамично и понятно, потому что, опять же, может быть непонятно, что это он тут летит, а потом показывается какое-то место с мозгом. Я сомневался, будет ли понятно, и опять же, здесь нужно было думать и правильно акцентировать внимание на том, что хочешь показать. Я попытался, как в мультфильмах, обратить внимание на вот этот крюк с помощью вот этого блика, и что это все проходит. Тоже хотелось сделать, чтобы это не было чересчур как-то жестоко, как-то кроваво, и чтобы это выглядело где-то стилизованно. Прикольно. Поэтому тут такие цвета, поэтому оно такое немножко неправдоподобное, но зато вы понимаете, в чем смысл. Оно у вас не вызывает каких-то отвратительных эмоций, я надеюсь. Но на это был акцент. Смотрю, как тут все нарисовано. Через долгое время понимаю, что, ух, как я тут постарался. Прикольно смотрится. Так, давайте перейдем дальше. Опять же, видите, здесь есть места, которые просто, в принципе, понятны были мне. Если вы не видели страницу, возможно, вы не поймете, что тут изображается или как должна выглядеть композиция. Поэтому, опять же, в раскадровке главное, чтобы вы поняли, как это выглядит. Так, эта страница у нас так и осталась. Но, опять же, видите, здесь есть пометки, потому что иногда процесс работы занимает много времени. Этот процесс раскадровки у меня шел в несколько этапов. Точнее, работа над комиксом шел в несколько этапов. Я сначала делал всю-всю-всю раскадровку, а потом уже рисовать миссеры. Потому что вот сейчас мы рисуем 34-ю, 33-ю, кажется, страницы. Но у меня есть раскадровка на весь комикс, на все 60, кажется, страниц. Ну, в пределах этого я уже не помню, сколько. То есть вот такие кадрики с планом всей истории. Это тоже отняло время. Но, как мне кажется, удобно работать сразу. Ты рисуешь страницу, ты ее нарисовал, ты сразу видишь результат. То есть раскадровка несколько страниц делал, нарисовал, видишь результат. Так у меня было с другим комиксом, который я делал под заказ. Сейчас ты, когда видишь результат, ты вдохновляешься от того, что ты делаешь. И ты такой, о, прикольно! Иногда, даже когда я возвращаюсь через долгое время, опять же, к тому комиксу я пересматриваю ее страницы, и меня вдохновляет продолжить. Потому что, с одной стороны, есть готовый результат, а я его могу показать заказчику. А с другой стороны, я старался, и меня вдохновляет то, что уже сделано. И больше мотивирует продолжить. Так, наша следующая страница. Здесь я себе также делал помимо вот этих пометок, как что подчеркнуть, или какие цвета я вижу на странице. Так как сначала неизвестно, через какое время я буду работать над этой страницей. Если я вижу сейчас цвета какие-то, я могу их отметить, и, возможно, позже я их использую как ориентир. Потому что тут тоже может все поменяться. Здесь у нас кадры. Я пытался... Я по ходу раскадровки на бумаге понял, что следует сделать вот такую возрастающую диагональ, которая покажет, что камера приближается. Мы его в итоге поменяли местами, чтобы было не приближение, а отдаление. Шурик говорил, давай сделаем отдаление, чтобы было ощущение, что он загнан среди зомби. И, в общем, что-то вроде как окружен. Но были эксперименты, в принципе, были эксперименты. Я делал такие интересные кадры, когда наш персонаж находится загнанным в угол. Он меньше, чем рука зомби. В принципе, зомби как будто бы преобладает над ним. Ему угрожает опасность. Нож это в некотором роде тоже такая опасность. Но и это для него сигнал, что нож он уже не может взять. Он не решится его взять, потому что он находится где-то в тени за рукой зомби. И его последняя надежда на спасение вроде как недоступна для него. В принципе, тут, как и в любом рассказе, вашей главной целью является рассказать историю, передать переживания и ощущения персонажей для того, чтобы читатель мог пережить вашу историю так, как, допустим, вы ее пережили, пока делали, или как вы ее видите. И для них это было не просто как следующее, а что-то, да. Для кого-то, возможно, вы что-то, потому что они не проникнутся. Для них это может быть не близко. Вы никогда не можете угадать, кому понравится, кому не понравится. Но, тем не менее, мне кажется, что когда вы вкладываете что-то свое, больше людей находит отклик, потому что они либо находят что-то общее с этим, либо находят что-то новое в этом. Поэтому, когда ты пропускаешь через себя, в этом появляются какие-то дополнительные подуровни, хочется сказать. Но звучит как-то странно, я знаю. Но мне кажется, это видно, когда ты зритель, когда ты читаешь чью-то работу, и в ней вложено много усилий. И, опять же, когда делал раскадровку, разлистовку, старался как-то играться с кадрами, чтобы выглядело по-новому, поначалу это казалось чем-то таким трудным. И, наверное, это из-за того, что учишься, больше усилий прикладываешь к тому, чтобы... А, надо что-то новое. Но потом, с опытом, опять же, когда работал над другим комиксом, ты просто берешь кадры. Ты рисуешь. А, я хочу показать это, 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 эти кадры. И ты смотришь, во что они складываются. И тут уже, как бы, форма кадров сама напрашивается. И, наверное, это все-таки складывается из опыта. И еще один момент, когда я делал раскадровку, опять же, повторюсь. Мы не раз повторялись, что мы пытались сделать что-то похожее на мультфильм. Наверное, все-таки стало сделать какую-то небольшую, но анимацию, наверное, больше, чем комикс. Может быть, тогда даже больше было реакции. Но, все-таки, мы делали комикс, и вот я старался сделать больше кадров. Но к тому моменту, как я... В раскадровке постарался делать больше кадров. К тому моменту, как я переходил к рисовке, проходил какой-то промежуток времени, я понимал, что здесь получается слишком много кадров, здесь слишком налеплено. Надо сокращать количество кадров. Но и были сомнения, потому что ты думаешь, может, не поймут, может, не так динамично. Но успокою вас, если вы также рисуете комиксы, и вы не знаете, как раскадровку делать, учитесь. В комиксах обычно делается меньшее количество кадров. И совсем недавно я понял на примере, почему вот у нас есть книга «Аватар. Легенда об Арангии». Там большие листы. Это не комикс. Это книга-артбук. Артбук, там написанный текст. Там есть картиночки персонажей, наброски, эмоции, различные окружения. Крутые картинки. Крутые картинки, но листы большие. И все налеплено очень-очень обильно. И трудно это воспринимается. Ты просто листаешь, листаешь, не останавливаясь. И как бы это не очень. Я понял, что в Ворону оно слишком много информации, трудно читается. Поэтому я понял, что в комиксах на страницах меньшее количество картинок, они большие. И это, с одной стороны, вызывает большие впечатления. Потому что ты не разглядываешь мелочи, и большие картинки более эффектно смотрятся. И как бы, когда меньше кадров на странице, получается больше страниц. И когда ты в магазине смотришь на комикс, в котором, допустим, 30 страниц и 50 страниц, тебе, конечно, больше нравится 50 страниц, потому что он толще и объемнее. И, в принципе, та же самая история. Только больше страниц. И ты, конечно, дашь предпочтение в то, в котором больше страниц, чем больше кадров влезло на страницу. И с этой точки зрения, в принципе, я понимаю, что да, может, с количеством кадров на странице мы немножко перегнули. Но, опять же, мы учились, и мы хотели сделать как лучше. И я не думаю, что стало хуже, но все-таки кого-то, опять же, это отпугивало, мне кажется. Потому что некоторые люди писали комментарии о том, что они не поняли слишком много всего происходит на странице. И я понимаю, что, возможно, вот из-за чего это произошло. Видите, здесь были зомби, здесь был вот этот кадр, здесь был вот этот кадр. Но тут я решил сделать такие более-менее вертикальные кадры, чтобы влезло 4 кадра. И вот, в принципе, видите, у нас есть кадры. Вот этот кадр, это вот этот же кадр. И мы один и тот же кадр можем показать по-всякому. Он здесь был горизонтальный, и, в принципе, понятный и эффектный. Но здесь он вертикальный, и он тоже понятный. И, главное, понять, как правильно это изобразить. И в принципе форму кадра можно сделать любую, подогнать, главное понять, что ты хочешь изобразить в кадре и как это читается, как это поймет зритель. Мы понимаем, что в этом кадре колесо попадает на голову зомби, тем самым оно отбивает зомби от салатника. И у салатника это вызывает такое изумление о том, что происходит. Это для него неожиданно, потому что на прошлой странице он думал совсем о другом, он думал о том, как бы забрать, дотянуться до ножа, до которого он еле доставал на этой странице. Мне тоже нравится, как тут получилось придумать просто все эти приколы. Даже на меня действуют, когда они нарисованы. Следующая страница, опять вот тут у нас произошли изменения. Сейчас покажу эту страницу. Опять же, это произошло в силу сокращения кадров. Я хотел показать, ну, меньшее количество кадров с байкером здесь вначале, но при этом такой горизонтальный кадр показал его спокойствие. И вот эти изображения звуков мне всегда, как бы я их слышу каждый раз, когда вижу этот кадр. Не знаю, слышите ли вы, но мне кажется он таким довольно уверенным байкер в этом кадре. И знающим то, что он делает. И тут уже идет динамика в кадре, драка, тоже тут все в принципе и осталось, как было здесь. Но только чуть получше нарисовано. Так, давайте следующую страницу смотрим. В принципе, эти страницы так и остались. Вот эта идея с головой из одного кадра в другой была придумана раньше, чем была здесь нарисована. Я заранее думал, о, было бы прикольно, если голова перелетит. Но опять же, не хотелось делать какой-то излишней жестокости. И поэтому думал, как это лучше изобразить. И просто без какой-то лишней крови голова переходит. И опять же, голова тут в забавной мордой. Как будто бы что-то такое не мрачное, не трагичное. Так как у нас веселая история, она такая комичная. Дальше. Тут у нас вот заканчивалась страница вот этими двумя кадрами. Здесь был кадр. Но я его переставил на эту страницу. И Саша предложил, давай сделаем здесь какую-то такую молниеносную. Как будто бы что-то угрожающее. Как его рык, какой-то крик. И по-моему, смотрится здорово. Получилось еще так. Я не заметил, кстати, поначалу. Но зомби тут нарисован не такой же кистью, как и все вокруг. Тут сплошная, здесь она более шероховатая. Поначалу я думал, блин, придется перерисовать. Потому что все-таки были какие-то свои устои, установки по поводу того, как должно выглядеть. Так оно вообще не бросается. С одной стороны, с другой стороны, смотрится стилизованно. И с третьей стороны, оно даже кажется каким-то уникальным и интересным от того, что так выглядит. Но ты на это все равно, когда читаешь, можешь не обратить внимания. Это знает только я. И, возможно, ну и теперь вы. Возможно, так оно не играет особой роли. И где-то в мою голову поэтому начали закрадываться мысли по поводу того, что то, как выглядит линия, в принципе, может быть не особо важно, подумал я. И, в принципе, где-то так оно и есть. Да, конечно, красивая чистая линия выглядит хорошо. Но все равно, когда мы рисуем комикс, мы когда рисуем персонажей, наша главная задача, как я это для себя понял, в том, чтобы правильно обозначить форму, обозначить свет, который находится в кадре на персонажей. Если мы, допустим, закрашиваем с помощью контура, опять же, ту же тень, вот здесь закрашена, здесь закрашена. Но это, и вот это, в принципе, все закрашено одним черным, но потом подкрашено или просто мы это игнорируем как такую темную область и не обращаем на это внимания. В принципе, наша цель это показать правильно объем с помощью контура, а не делать красивенький контур. И, опять же, здесь было сокращение за счет того, что байкер кидает, зомби откидывает, из кармана штанов достает пистолет, стреляет. Мы видим, как он стреляет, попадает в голову, вот это я подумал. А какая разница, откуда наш байкер достает пистолет? В принципе, для повествования это не играет особой роли, но когда ты продумаешь, что, блин, это же надо показать правдоподобно. Ведь люди, которые будут смотреть, они могут придраться к тому, откуда он достал пистолет, что он там делает. Но на самом деле эти мысли больше касаются того, сомнений в том, что ты делаешь правильно все. Да, есть люди, которые придираются даже к фильмам, в которых «А, откуда он взял?» Или, допустим, «О, этот танк не мог быть во время этой войны». Да, есть и такие люди. Но, в принципе, наша задача как рассказчика рассказать интересную историю. А те, кто хочет придраться, всегда появится, всегда найдет, к чему придраться. Да, если какие-то категоричные должны быть элементы, если делать и что-то вроде документалки, то да, там должно быть правдоподобно, но не в нашем случае. За это я и люблю фантастику и различный экшен в том, что немножко можно приврать, немножко можно преувеличить из комедии. Это здорово. Ваши персонажи, их эмоции могут меняться, менять размер, литься, растягиваться. И это придает больше выразительности вашим персонажам и истории в целом. Потому что в комиксах и в мультфильмах, особенно в мультсериалах, вот у нас тут было раз, два, три, четыре, пять кадров. Я сократил до четырех и сделал это, опять же, стилизованно, чтобы такое, с одной стороны, решение смотрелось эффектно, с другой стороны, чтобы меньше кадров влезло и все было понятно. Так, перейдем дальше. Для конца этой сцены. Так, здесь было три кадра. Софья вылезала из куртки. Поглядывалась, смотрела, что сзади происходит, и делала наклон. Здесь три кадра. Кстати, вот эти три кадра я нарисовал еще в 2012 году, еще в университете. У меня был такой самодельный скетчбук. Я брал листы А4, пробивал их степлером, сгибал пополам, и получился такой скетчбук. Я его брал с собой в университет. И просто, когда уже мы придумывали комикс, я набрасывал какие-то кадры, которые я видел. И вот эта сцена, она в принципе была не в начале истории. Но я ее увидел, этот кусочек, и зарисовал в виде кадров. И в принципе она тут так и осталась, вот эти три кадра. Хотя сейчас я понимаю, что я бы сократил их количество. Просто тем, как она наклоняется, допустим, до двух. Но это мне нравилось. Нравилось рисовать Софи в таких боевых и, скажем так, необычных позах. Так, что у нас дальше? Вот дальше у нас страница. В принципе, я ее поменял. Она тоже была... Как бы некоторые из этих кадров были в начальной версии, как я говорю, в университете зарисовывал. Вот этот был кадр, где она оглядывается назад. Лежит здесь салатник. Это кадр и этот кадр. Например, что я хотел показать этими кадрами. Я думал над этим. Я думал над тем, нужны ли дополнительные кадры. Как упростить. Зачем мне столько кадров. Потому что здесь 13 кадров. Скажем так, ну если учитывать вот эти. Но они в принципе должны быть черными. Но они тоже занимают место. 13 кадров. А в итоге у нас получилось 8 кадров. И в принципе все понятно этими кадрами. Я сейчас расскажу, что я тут поменял и зачем я это сделал. Суть этих кадров, если вы помните, если не помните, напомню. Заключалось в том, что нож улетает после того, как Софья бьет салатника. Давайте покажу. Она бьет его по лицу. Он выронивает, роняет нож. Падает ему по голове. Ох, нравится мне, как получилось. На голову падают разные столовые принадлежности. И нож улетает куда-то вот под скатерть. Так, тут я уже не буду вдаваться в подробности того, как я это рисовал. Но тоже смотрел всякие складки, как риса ткань. И собственно, что? Нож улетает. Софья оборачивается в сторону ножа, потому что слышит какие-то звуки странные. Возможно там зомби. И она поворачивается, и нож возвращается обратно. Она ловит его ногой. Здесь рука чья-то. Она озадачена тем, что же это такое, почему нож вернулся. И отсюда вылезает из тени ребенок. Было тогда непонятно, мальчик это будет или девочка. Я подумал, во всем комиксе, во всем выпуске, я почему-то представлял, что это будет один такой длинный выпуск. Но во всей истории будут одни девочки. Я подумал, а пусть будет мальчик. И я подумал, что да, мальчик будет больше доверять девушке, как какой-то матери. И поэтому кадр немножко тут снизу вверх. Она пытается еще по своей природе, по своему характеру его как-то успокоить. И то, чтобы он не видел то, что сейчас будет происходить, там по тексту идет. Что тебе стоит закрыть глаза. И дальше у нас идут такие черные кадры. И мы как бы слышим, что происходит. Какие-то рыки. Потом кадр разбивается. И вот здесь был кадр, как будто бы следы ног. И кто-то что-то тащит с помощью просто таких элементов без звуков. Потому что звуками тут не покажешь, это комикс. Но я думал, может как-то это показать. И дальше она уже в такой более играющей, наверное, форме. Обращается к мальчику, спрашивает. Ага, где здесь одежда? Потому что мне стоит переодеться из мужского, из одежды байкера в одежду девушки. У нас даже была такая история, предыстория о том, почему она в этой одежде. Мы еще не знаем, панамы официальные или нет. Но были разные варианты. И здесь просто идет такой панорамный вид с изображением того, где находится этот ряд с одеждой. И тут она ему кричала, типа, а здесь, да? Спасибо. И вот здесь она переодевается. Итак, давайте покажем на странице. Так, тут я сократил к тому моменту, что нож улетел. В принципе, Саша мне сказал поменять местами кадры. Этот кадр был справа. И мы его поменяли слева. Потому что здесь, в принципе, суть не поменялась. Я еще сделал вертикальный кадр, который, в принципе, относится к этим трем кадрам. Почему? Потому что тут она находится в замешательстве. Нож улетел, и она слышит странный звук. Она слышит странный звук, и, в принципе, в этот же момент она не знает, что происходит. И это вызывает в ней любопытство. Она оборачивается вот у них. У нас есть, мы видим, что звуки исходят откуда-то отсюда, куда улетел нож. И нож возвращается. Нож возвращается, и мы видим, что ребенок вылез. Мы понимаем, что это ребенок, потому что, с одной стороны, он вылез с правой стороны, откуда и нож в предыдущем кадре прилетел. Это важно для раскадровки, понимать, с какой стороны находится тот или иной элемент, и правильно располагать объекты. Это тоже одно из важных свойств повествований. Она его успокаивает, в принципе, это понятно по диалогам, думаю. Диалог, в принципе, дополняет то, что происходит на картинке, и это помогает понять проще происходящее. И следующая картинка у нас уже идет как раз. Экономия вот этого всего места. Просто София с помощью ножа, скажем так, разбивает всю вот эту... Темный кадр. Это такой стилизованный ход, потому что она его просит закрыть глаза. И это идет такой кадр от мальчика, от его видения. И как бы разрезается темнота эта вся. Мальчика не режет, режет зомби. И вот от зомби идет вот эта слизь. Мы видим, что мальчик считает. И что происходит в итоге? Зомби... У зомби уже нету. Не хотелось бы показывать мертвого зомби, с одной стороны. С другой стороны, вот просто мы избежали этот кадр, где его куда-то кто-то тащит с объяснениями. В принципе, мы понимаем, что прошло какое-то время, пока он считал, что-то произошло, и зомби нет. Но мы видим, что от зомби остался след. И он, опять же, ей указывает, куда бы ей пойти, чтобы переодеться, скажем так. И вот мы уже видим ее переодевающейся, без лишних кадров. Просто, опять же, экономилось, чтобы кадры смотрелись эффектнее и интереснее. Сейчас, что прикольно, сейчас ты уже не смотришь... Я уже не смотрю на кадры, как на какой-то... Как это даже сказать? Как на рабочий процесс, наверное. Потому что, когда ты рисуешь, долгое время остается впечатление не целостной картинки, а как у художника, как рисовка. Ты смотришь на то, как нарисовано, а не то, что в кадре происходит. Вот таким образом. И получается, что, а, сейчас я смотрю, о, прикольно смотрятся стеллажи, там, о, в гармонии смотрятся цвета одежды. Но, когда ты рисуешь долгое время, когда ты не отпускаешь, присутствует впечатление, а, я здесь не подправил, а, это не пропорционально, а, это не сходится, а, здесь что-то не то, а, здесь какой-то цвет не так. Но сейчас оно очень круто смотрится, на самом деле, даже для меня, когда я рисую. Потому что, не знаю, как другие авторы, но часто встречаю мнение в интернете, что, а, я когда нарисовал, мне не нравится то, что я нарисовал. Может, я просто слишком много стараюсь, слишком много времени тратю, чтобы мне все равно потом нравилось то, каким будет выглядеть картинка потом. И я всегда радуюсь, когда через время я смотрю и, о, круто смотрится, или, о, это я нарисовал, смотрится здорово. И все равно по ходу работы приходилось тратить много времени, потому что замечаешь какие-то элементы, которые, ты думаешь, они важны, но нужно потратить больше времени, чтобы это сделать, как-то пусть жижа на ней, в кадре не было жижи на ней, она тут даже совсем в другой одежде какие-то, на метке нет каких-то обозначений, конкретных деталей. Но по ходу работы ты понимаешь, ты думаешь над тем, что происходит в кадре, и ты думаешь над тем, что происходит с персонажами, и ты понимаешь, что это надо добавить, чтобы было понятно, что произошло, и, возможно, она запачкалась, ей нужно поменять одежду. То есть персонажи тоже посещают какие-то мысли, поэтому она, это ее приводит к определенным действиям. Это была, какая наша сцена, четвертая, по-моему, сцена. Вот, она выглядит вот так. Четвертая сцена, и здесь она четвертая. Я вам показал не все страницы, в принципе, первые страницы, которые я вам не показал, они такие же и были, как, ну, практически такие же и были, как в комиксе. Если какие-то остались вопросы, пишите в комментариях, я попытаюсь ответить на них развернуто. Если вопросов будет много, то запишу еще одно видео. И хочу, конечно же, поблагодарить всех наших бустеров за то, что вы поддерживаете нас. И спасибо еще раз вам огромное. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok